доброе утро у нас сегодня путешествие в чернигов я беру вас с собой мы едем на черниговскую барахолку и посмотреть сам город давно об этом мечтали посмотреть какой он красивый и вот показываем дорогу немножечко какая она зеленая десна разлилась видите какие заливы все цветет вокруг цветочный базарчик с ландышами уже и хорошенькие цветочки чем барахолку пока мы искали барахолку нашли вот такую красивую церковь обязательно зайдем это он на сколько идет этот 20 на 20 литров но она без без этого с этой под реставрацией тоже под реставрацию все подставка подставочка такой подсвечник с а сколько такой подсвечник с собой стоит собушка мне понравилось и я ее забрала у этого дяди который стоит практически на самом входе в барахолку цены не очень дешевые даже в киеве подешевле вот эта барышня 300 гривен я нашла у него чешскую бижутерию вот много было таких бус с натуральными камнями цены от 100 гривен но винтажный такой вот бижутерный лом пожалуйста вот тоже цены разные но цены не дешевые от 50 гривен лом я считаю что это дорого понравились вот эти славные бусы из речного жемчуга он за них хотел 250 гривен у там было конечно достаточно потерь их нужно было реставрировать ну может быть кому-то интересно вот славные хорошенькие бусики 250 гривен и вот чешская бижутерия тоже барахолочка в чердигове маленькая специально отделена меня заинтересовали там две вазы полонская полонский завод и рядышком стояла тоже ну по 300 гривен такие вазы в киеве даже можно купить дешевле старая германия сколько стоит она 300 гривен красиво держите тут было довольно сложно что-то показывать и рассматривать потому что все навалено так вот на столике стоит одно на другое непонятно что целое что битое общем я вам показывала вы смотрите что битое вазы вазы из голубого такого красивого как бы морозного стекла я ее забрала вроде была целенькая это Продолжение следует... 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 Так, а кто-то уж похоронен. А, смотри. Дед сказал, что похоронен какой-то князь. А вот написано. Зашли на территорию женского монастыря. Очень красивое сооружение старинное. Очень ухоженная, красивая территория. Красота. Вот такие вот улочки в Чернигове. А вот смотрите, какой красивый дом напротив с лепниной. Вон какие-то, ну какая-то там, ну какая-то там, ну какая-то там. Очень равновесие. Так приятно бродить по незнакомому городу. Да еще такому красивому. Эти исторические уголки, эти церкви просто поражают. Чернигов это моя новая любовь. Конечно, есть в городе и следы войны. Но я не буду их показывать. В любом случае, то, что я вижу, это доказывает то, что жизнь продолжается. Собаки гуляют, дети гуляют. Город очень ухоженный, чистый, такой светлый и солнечный. Очень красивый. Оставил навсегда след в моем сердце. Оставил навсегда след в моем сердце. Оставил навсегда след в моем сердце. Собаки. 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 Я не знаю, я не экскурсовод. Я не знаю, что это за храмы, что это за церковь. Потом мы уже читали, подходя к ним, сами для себя делали маленькие открытия. Поэтому я не могу сказать, что это и как это. Вы просто смотрите, наслаждайтесь этой красотой. Припевайте видео. Припевайте видео. Подписывайтесь. Прошу каждый раз подписывайтесь. YouTube мне все время рассказывает, что 80% моих зрителей смотрят канал без подписки. Вам это ничего не стоит, а мне очень и очень приятно. Жду новых подписчиков. Вот это место было особенно атмосферным. Называлось оно Вал. Тут еще вот памятник Тарасу Гриловичу Шевченко. Такой сквер красивый. Вал, конечно, очень приятное место. Такие классные кактусы. Черниговские собачки. Ну и хотелось на память какой-то кусочек с собой увезти. Путешествие в Чернигове закончилось очень вкусно.